Как будто внутренность собора, простор земли, и через окно, далекий отголосок хора, не слышать иногда дано. Добро ТВ И сегодня посетим репетицию хора, который проходит Свято Данило в монастыре. Георгий Леонидович, у Вас представлены самые разные жанры. Это и русский народный песник, и богослужебная музыка, и калятки, и многие другие. Также в Вашем репертуаре есть духовные песни-стихи. Расскажите подробнее, что это за жанр, и как Вы работаете с текстом, чтобы доисполнительно донести всю глубину содержания произведения. Духовные стихи и песни русского народа, которые создавались первоначально в монастырях, а также пелись каликами-перехожими, странничками, поклонничками. Это люди, которые странствовали по Руси и ходили на места поклонения святыням. Текст могли сочинять буквально на ходу, импровизировать, а мелодия была простая, поэтому все могли включаться в это творчество такое интересное. Этот стиль – это такая мудрость народная, которая передавалась из уст в уста. Произведение Вашего хора пронизано идеей патриотизма, любви к России, к Родине. Скажите, сегодня, когда молодые становятся свидетелями многочисленных событий и изменений в стране, в обществе, в мире, помогают ли песни воспитывать это качество подрастающим поколениям? Молодежь, которая проникнута духом патриотизма, а дух патриотизма появляется в определенных местах, первоначально он появляется в Русской Церкви, которая единственный, пожалуй, сейчас такой оплот всего русского, и языка, и традиций русских, и самое главное – это традиции нашей веры. Вера – это душа. Господь, храни, Господи, спаси, колокольец, баланси, и святую веру в груди. Возвради, Господь, возвради, дай молитву на нас, Возвради, Господь, возвради, дай молитву на нас, АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...